всем большой привет давно я не снимала подобных видео так как собственно нечего было вам показать я за вышивку не бралась около месяца вот собственно потому что ну реально не было несвободной минутки и меня это безусловно огорчало но я с этим ничего не могла поделать и вот только недавно собственно у меня появилась эта возможность и этому я конечно же рада и собственно хочу с вами поделиться своим продвижением по этой картине за неделю то есть неделю я вышивала эту работу в прошлом моем отчете была вышита ровно половина и давайте посмотрим что у меня на сегодняшний день а на сегодня у меня вышита можно сказать три четвертых картины вот сама работа да и вот вот этот вот участок вот это вот серединка моей работы собственно я для себя сделала скажем так такой план если я буду вышивать по 300 крестиков день то я успею закончить эту работу к середине июля но видимо я так соскучилась по вышивке что я за эту неделю вышила ну в общей сложности где-то 40 квадратов это конечно для меня гигантский объем вот видите здесь идет половинка работы я вышиваю сейчас не парковкой по цветам потому что вышиваю на пяльцах и собственно не удобно вышивать парковкой и чтобы не показывать вам какие-то обрезки непонятные я вот до вышивала вот этот большой мак вот этот листик получился окончательный и вот эти два не распустившиеся цветочек и вот этот бутончик ну и собственно сама рамка и я вчера не хотела уже начинать что-то отшивать вот потому что явно бы не успела и я просто начала отшивать вот этот фон белый заполнять скажем так и если мы посмотрим на саму схему то мне осталось вышить вот этот цветок мак вот этот листик бутончик ну саму рамку и заполнить фон то есть в принципе осталось не так много то есть то что у меня должно получится по итогу вышивка этой работы приносит мне большое удовольствие вот от такой палитры цветов ну мне очень если честно нравится вот ну а всех плюсах возможно минусах я поговорю уже когда работа будет завершена вот таким было мое продвижение за недельку достаточно большой кусок как для меня вот и собственно картина приближается к своему завершению вот чему я также безумно рада потому что мне хочется скорее ее вышить оформить и уже встретиться с той девочкой которой я хочу подарить эту работу и также приступить уже к подготовке и отшиву маминой кружки потому что сроки у меня тоже по ней поджимают и сейчас я хочу вам показать несколько покупок которые я сделала у себя на родине так сказать и первое что я приобрела это вот такую лампу так как когда стал вопрос о том что я буду вышивать оказалось что в доме моей мамы никаких ламп не осталось она все повыкидывала вот освещение для нас как вы знаете это очень важный пункт светом я довольна свет холодный теплого мне не хотелось в общем такая покупка стоила она примерно 600 рублей вот но мне она очень понравилась и она меня выручает так как вышивать части приходится тоже в темное время суток следующей покупкой я приобрела вот такие пяльца сейчас попробую показать и для сравнения вот моя рука то есть пяльца достаточно большие у меня никогда таких больших пялец не было почему я их купила дело в том что да изначально я купила коснапы чтобы вот вышивать такие походный вариант но почему то девчонки мне не удобно на них вышивать они не удобно держать одной рукой то есть они очень тяжелые по сравнению с пяльцами в общем я помучилась так пару дней и пошла в магазин и купила вот эти деревянные пяльца скажите пожалуйста как вы вышиваете на коснапах может есть какие-то секреты я просто их не знаю у меня их никогда не было вот буду очень признательна если вы поделитесь своими секретами последняя моя покупка это вот такая схема такой милого котика он очень похож на мою кошечку я вставлю фотографию как эта работа выглядит в отшитом виде когда я смотрела видео Анастасии Милка о ее подарках вот ей одна девочка подарила бисерную работу котика который спит и ему снятся рыбки мне так понравилась эта работа и когда я пошла за пяльцами я очень надеялась что у них в магазине будет такой же котик и собственно я его и приобрету но к сожалению у них ничего подобного не было и когда я случайно подняла голову и увидела у них скажем так небольшую галерею отшитых работ я увидела эту кошечку мне она так понравилась и я не удержалась я купила вот это оказалось не набор это оказалась схема схема по моему на 8 листах и дизайнеры здесь предлагают схему вышивать на 22 аите соответственно размер ее будет ну почти что 30 на 20 сантиметров ну я по поводу канвы я еще подумала вышивать ли на такой возможно на 20 или на 18 потому что мне кажется что 22 ну очень мелкая канва не знаю не пробовала поэтому ничего говорить не буду и собственно к этой работе я прикупила нитки нитки ДМС на всякий случай я купила всех цветов по два моточка вот этого цвета у них оказался всего один но по моему у меня такой цвет и был и стала проблема что в моем городе почему-то во всех рукодельных магазинах не было цвета 317 и 318 я не знаю что это за какие-то редкие нитки вот и моя мама в общем нашла вот такие нитки какого-то конечно сомнительного производства потому что видите у них написано и ДМС и какой-то арт и я так поняла что это гамма ну соответствие номеров и еще какой-то схн вот здесь написано что 100 метров стопроцентных лопок 8 метров на самом деле эти ниточки стоили 8 рублей да я называю российскую цену в то время как ДМС у нас сейчас стоит в одних магазинах 25 в других 30 рублей ну все зависит от продавца вот поэтому не знаю конечно за эти нитки вообще ручаться не могу вроде как качество у них ну опять же на ощупь на цвет вроде нормально но как они себя поведут в дальнейшем я не знаю поэтому я конечно склоняюсь к тому чтобы дозаказать ниточки в интернет-магазине вместе с другими покупками если это все удастся я обязательно с вами с вами покупочками поделюсь вот такие покупки у меня были забыла сказать что я купила упаковку бобинок но они лишними никогда не бывают и вот кстати в магазине я нашла по такой цене 95 рублей естественно в интернет магазине намного дешевле ну я просто уже взяла до скажем так до круглой суммы пожалуй это все что я хотела вам сегодня рассказать показать спасибо большое что вы смотрите на меня что подписываетесь на меня мне очень приятно когда растет число подписчиков когда растет число просмотров моих видео я так смотрю что влоги далеко не всем интересны вот поэтому я конечно подумываю снимать ли их в дальнейшем в остальном спасибо вам большое за то что вы есть за то что вы меня смотрите пишите комментарии постараюсь вас и в дальнейшем также радовать своими видео своими учетами чем-нибудь интересным вот пожалуй на этом буду прощаться отличного вам настроения ровных крестиков и до новых встреч пока пока